МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К концу года в Ульяновске появится завод по производству составляющих для ветрогенераторов. Ну а пока строительство промышленной площадки идет полным ходом, будущие сотрудники проходят обучение в стенах лаборатории. Учебный центр набирает порядка 200 человек, которых будет учить. Это молодые люди, люди с новыми компетенциями. Компетенция будет позволять им работать в любых иностранных и российских компаниях в самой передовой и перспективной отрасли возобновляемой энергетики в мире. Датская компания была выбрана в качестве партнера Фонда развития ветроэнергетики финской компании «Фортум» и «Роснано» и будет поставлять лопасти для возводимых ими ветропарков, в том числе и для Ульяновского. Объем инвестиций в проект составляет около миллиарда рублей. Руководство компании уверено в дальнейшем успешном развитии российской ветроэнергетики. С этим связан и выбор местоположения завода. Большая часть отечественных ветропарков появится на юге страны, и логистически очень удобно и выгодно доставлять лопасти по Волге. Надо понимать, что ветроэнергетика, она, во-первых, базируется на таких фундаментальных основах, как земля, наличие ветропотенциала. И в этой связи для территориальной федерации выбор, конечно же, большой. Но вот та поддержка со стороны местных властей, со стороны губернаторов, создания организации производства, она оказалась ключевым фактором при принятии решений. На Ульяновской промышленной площадке смогут производить до 300 лопастей в год. Чтобы уже в первом квартале 2019-го выйти на полную мощность предприятию, требуется высококвалифицированный персонал, подбор которого уже начался. Необходимы начальники участков, технологи, специалисты по выкладке материалов, шлифовке, балансировке и финальной обработке. 90 человек из 200 уже найдены и приступают к обучению. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.